Первым награду сегодня получает писатель Камиль Каримов за книгу повести и рассказов «Чёрная кошка в дремучем лесу» и романы «Созвездие близнецов». Самобытного автора любят за особый язык, то ироничный, то игриво задумчивый. И не только на бумаге, Камиль Каримов на сцене как сатирик. Вот и о премии говорит с юмором. Вот сейчас будешь, допустим, одновременно можешь начинать две вещи. Но роман одновременно, может, два романа, два сюжета. И сейчас не думаешь, нет, вот это я не буду писать уже, потому что я сейчас лауреат такая, значит, я должен вот это продолжать. Кузнецову Михаилу Ивановичу за серию работ белые холсты. Народы поможем. Над белыми холстами художник Михаил Кузнецов не перестает работать. В цикле «Татарские узоры», «Марийские мотивы», «Удмуртские напевы», «Национальные традиции родного края» – неиссякаемое вдохновение. А премия – стимул работать еще усерднее. Даже вот, идя сюда, я еще пораньше пришел в мастерскую и поработал. Творческую группу компании «Таттелеком» тоже отметили одной из самых престижных премий Татарстана за развитие национальной культуры. Литературный парк Тукая, музей Марджанит, Уфана Минулина, мемориалы, восстановление церкви в деревне Хатня, там же Малельный дом – все их социальные проекты сложно перечислить. В начале года во время своего визита в Казань Владимир Путин, услышав об их меценатстве, пообщался лично. Для них самих премия – путь к новым добрым делам. Половину премии мы планируем строительство музеев Абла Тукая Казани передать, и половину детский дом сиротам, потому что Абла Тукая тоже был сиротой. Тукая татары называют своим солнцем, от которого тепло, и через 132 года премия его имени – высшая награда тем, кто хранит и развивает родную культуру и язык. А этот вопрос сейчас как никогда актуален. Вопросы родного языка нас очень волнуют. Каждый год по миру национальности теряют свой родной язык. К сожалению, и в нашей стране есть люди, которые в языковом вопросе мыслят иначе. Вчера прошло свидание Государственного совета. Говорить на эту тему нужно. Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить и родной язык, и культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение. Премии имени Абдулы Тукая уже больше полувека. За 60-летнюю историю награды ее обладателями стали больше 200 деятелей литературы и искусства, и даже целый коллектив – государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова